Паркетник В первую очередь подошли именно к ней. Автолидия сказала, что не пострадала. Убедить ее на всякий случай отправиться в больницу медики не смогли. Она заявила, что приедет на обследование сама, если станет хуже. Хотя молодой человек утверждает, что ехал чуть больше 40 км в час, инспекторы ГАИ, осмотрев повреждения на машинах, начали сильно сомневаться. После того, как иномарка снесла приору, она проехала еще несколько метров и с огромной силой влетела в автомобиль Митсубиси, припаркованный на противоположной стороне дороги. Страхов полного, что ли? Нет. Вот именно. Как думаете, там хватит, что ли, автогражданки, чтобы покрыть ущерб? Я, если честно, даже сейчас не об этом мысляю. Думать о том, во сколько обойдется ремонт дорогого баварца, вероятно, теперь придется виновнице на приоре, которая выскочила на перекресток со второстепенной дороги. Если компенсации по автогражданке не хватит, то пострадавшая страна может через суд потребовать недостающую сумму с беременной женщиной. Равиль Сайганов, Сергей Ткаленко, Эфир 24.